Приветствую вас! Меня зовут Анна. На этом канале у меня Таро без вариантов. Есть другой канал о... Господи, Таро терапия потоки вселенной, карты полетели, девочки. Сегодня у нас расклад «Разговор с его душой. Почему я тебя предал?». Этот же расклад у меня есть в трёх вариантах на другом канале. Так что можете зайти... Ссылка будет под этим видео в прикрепленном комментарии на другой канал, где вы можете тоже посмотреть подобное видео по этой тематике, но в трёх вариантах. Потому что всё-таки по одному варианту, ну, бывает, не совпадает. Там всё-таки есть выбор из трёх. Но этот канал я открыла, потому что мои гости другого канала, друзья канала, да, девочки, очень просили меня сделать расклады Таро на один вариант. Я не хочу их смешивать в одном канале, да, а хочу, вот, чтобы они были на разных каналах, и я вот добавляю их на этот канал. Давайте будем смотреть. Подумайте о вашем мужчине. Подумайте о вашем мужчине. Можете назвать его имя, дату рождения. Возможно, так будет лучше считываться. Единственное, не забывайте, что это общий поток. Здесь много смотрящих, и информация может пойти с некоторыми нюансами, которые вам не подходят. Но базис, основа этого расклада должна быть вашей, вы должны её узнать. Чисто интуитивно это чувство принятия или отторжения. Вот если информация принимается, и принимается больше, чем на 60%, смотрите расклад до конца. Если не резонирует, извините, просто здесь вот только один вариант, да, и здесь, конечно, может быть вот такие несостыковочки. Ну, я как сказала, есть другой канал, Таро Терапия, Потоки Вселенной. Подписывайтесь на него, или заходите просто в гости, чтобы посмотреть, нравится он вам, не нравится. Мы начинаем расклад на вашего мужчину, разговор с его душой. Я думаю, вы его уже все представили, своего мужчину, вспомнили, назвали его имя, дату рождения, кто знает, да. И начинаем, смотрим, как вы его видите. Смотрите, вот человек, который не может сделать выбор, стоит в дверях, выбор во что не может сделать. Двойственность. Смотрите, не могу сделать выбор, я даже, меня это уже не пугает, я привык жить в двойственности. Здесь может быть две женщины, две женщины, не может выбрать между вами и еще одной женщиной. Или не может выбрать мой стиль жизни и она. Я не могу никак выбрать. В чем выбираешь-то? Ну, закрывает свой внутренний мир от вас. Почему? Ну, вот не хочет он никого в свой внутренний мир пускать. У него там определенная зона комфорта, так как он привык жить. А с другой стороны, что выбрать-то не можешь. Счастливое существование вместе с вами. Вот смотрите, карта взаимодействия. Взаимодействие, которое дает благополучие, процветание, совместного проживания. Понимаете, вот есть у него определенная зона комфорта. Он туда вас не хочет пускать. И никого, я думаю, не хочет пускать. Потому что здесь много жезлов, да. Кто хотел бы там как-то выведать, что ему там комфортно. Давайте спросим, что ему там комфортно-то так. Ну, он видит какие-то шансы, что никто не заметит, что он не хочет учиться жить по-новому. Что, ну, вот там его никто не предаст. Понимаете, там не надо развиваться. Там не надо учиться жить по-новому. Там ему хорошо. Ну, вот здесь он не хочет нам раскрывать. А вот с душой с его, когда мы будем говорить, там он нам все покажет. Так что сегодня вот такой расклад. Вот здесь перевернулись карты. Мужчина водный король. Вы, возможно, его любите. Скорее всего, да. И мужчина вас любить тоже может. Понимаете, приятные эмоции к вам испытывать. Но очень такие незначительные, нежные. И любовь у него есть. Но мы, как видим, у него есть или другая женщина. И с вами он не может. Или, извините, зона комфорта, когда я выбираю только свою зону комфорта. Мужчина здесь может говорить вам очень много. Это не значит, что он вообще сам по себе водный король. Это в отношениях с вами он проявляется именно так. Говорит очень много. Понимаете? И приятных вещей. Но делает очень мало. Смотрите, не могу выбрать действия. Не могу выбрать совместные действия, чтобы нам совместно в быту, в проживании было хорошо. То есть его надолго не хватает. Да, добродушный, приятный. Но, сори, да. Говорю только то, что женщина хочет слышать, но ничего не делаю. Да что-то карты на вас скачут. Он манипулирует. Он действует, как такой кардинал серый. Извините, да. Вы его действия практически не видите. Но вот он манипулирует своими эмоциями. А зачем он тогда так с вами манипулирует? Для чего? Ну, чтобы можно было продолжать ошибки и не действовать. Иначе вы его заставите действовать. Он не хочет здесь. Он ограждается. Вот заборчиком оградился. И для него, кажется, это будет сложно. Там он шишек себе набьет. Где-то ему дискомфортно будет. А вот так вот я встал, закрылся, спрятался. Там мы уже видели подобную карту. И не делаю. Поэтому я буду говорить, что я тебя люблю. Все у нас будет хорошо. А действий-то нет. И вот он втихаря за Родину наблюдает за вами. Зачем? Чтобы дальше продолжать манипулировать. Понимаете? Хорошо. Давайте будем дальше с ним разговаривать. Любит ли он вас? Я вообще по картам вижу, что он вас любит. Понимаете? Единственное действие. Вот у него определенная там зона комфорта есть. Все равно давайте его душу спрашивать. Любит ли он вас? У него больше расстроенных чувств. Он даже где-то неумерен к вам в чувствах. У него чувства, правда, очень высокие. Но единственное, что он балансировать в них не может. Гармонии нет в чувствах. То есть он когда-то злится на вас очень сильно, может расстраиваться. И тут же очень сильно любить и желать быть с вами. Вот такой гармонии в чувствах нет. Какие вот... В чем дисгармония? Девочки, ну не хочет он брать свой кармический урок. Скорее всего, здесь партнер пришел к вам в вашу жизнь, чтобы через вас... То есть ему дали любовь к вам, чтобы он взял свой кармический урок и возродился. У некоторых даже может проиграться так, что в прошлой жизни вы встречались. Он уже не прошел этот урок и здесь ему надо. Может быть, это только его карма. Так тоже может быть. Мы не смотрим сегодня кармические уроки. Как-нибудь обязательно посмотрим. Ну вот такое ощущение, что человек сопротивляется ногами, руками, лишь бы... Вот его иногда и эмоционально в ужас прямо кидает. И он и без вас не может, а меняться не хочет. Посмотрите как. Здесь не просто так высшие силы вас ему на пути, на его дали. Он через любовь к вам должен начать хотеть меняться. Любишь ли ты ее? Мне очень тяжело в этих чувствах. Я очень боюсь. Мне страшно. Меня к ней тянет. Меня очень к ней тянет. Я не понимаю, почему. Это какой-то психоз. И без нее не могу. И действовать очень страшно. Здесь, возможно, еще по родовой линии проходит урок с вами. То есть притяжение луны, да? То есть он ничего не может сделать. Вот как вот луна на воду влияет. Поэтому и чувства такие. И страха, и притяжения. Страх и притяжения. Любит, конечно, вас. А что... Чего ты боишься? Я боюсь роста наших отношений. Возможно, кто-то боится рождения детей. Но вообще карта роста. У него почему-то от этого страх. Почему? Мне нужно взаимодействовать с ней так, чтобы я ей нравился. И в чем здесь страх? Я боюсь, у меня не получится. Почему? Это нужно менять свой сценарий. Это нужно брать кармический урок. Нужно действовать. А мы видим по картам, действовать он пока не может. Хорошо. А как ты думаешь, любит ли она тебя все еще? Разрушила. Она не хочет больше быть со мной. Она не хочет. Она решила бросить меня. А почему? Ты знаешь это? Это в прошлом. Были неприятные события в прошлом. Это другая женщина? Нет, это она, где мы любили друг друга. Но я совершил действия, которые разрушили все. Я чувствую себя одиноким. Я чувствую себя обессиленным. Мне ее не хватает. А почему ты ее предал? Почему? Я не мог сдержать свои инстинкты. Я не мог зависимости свои сдержать. Я как привязан к ним. Это еще из прошлых жизней идет. Я зависим. Мне нужно преодолеть их. Но я не могу. Что же сильно тебя так держит? Женщины. Легкое отношение ко всем женщинам. Я не могу принять решение относиться к ним серьезно. Я с женщинами только развлекаюсь. Меня сильно к ним влечет. Я не могу себя остановить. Мое тело руководит мной. Мне не хватает сил сдержать себя. И я разрушил нашу любовь. Она отвергла меня. Почему же ты зависим? Я не могу завершить злость. Я не могу завершить мысли. Я не могу сдержать. В моей голове все время бьются мысли. Они меня влекут. Мне нужно встречаться. Созваниваться. Мне дороги все перекрыты. Я не вижу выход из этого. Как остановить себя? Мне это нужно завершить. Но я не могу. Именно поэтому ты ее предал. Потому что ты безвольный. Потому что я не могу выбрать одну женщину. Я выбираю возможности всего мира. Я постоянно смотрю на других женщин. Но ты понимаешь, что это дьявол. Он разрушает тебя. Да. Мои мечты рушатся. Потому что я предаю всех. Я предаю себя. Я предаю свою душу. Я предаю женщин, которые меня любят. Я предал ее. Мне важна моя зона комфорта. Мне очень важен мой мир. Мое мировоззрение. Я закрываюсь от женщины. Я не могу их понять. Я не могу дать им счастье. В чем еще твоя зависимость? В моей упертости. В моей стабильности. Что мне именно так хорошо жить. Почему ты ее предал? Почему я привык потакать своим желаниям? Я привык потакать. И для меня это стабильно. Мне кажется, это хорошо. Для меня. Я так думаю, что это моя справедливость. Как ты думаешь, что чувствует твоя женщина, которую ты так предал? Она устала. Она перестала видеть возможности в наших отношениях. Она ушла в свое будущее за настоящей любовью. Но она все еще любит меня, я чувствую. Но ради нее разве ты не можешь измениться? Мне нужно сдерживать своего дьявола. Я хочу это сделать. Почему ты это не делаешь? Почему ты это не делаешь? Почему ты это не делаешь? Я не делаешь? Я не могу. Это так долго, так нудно. Жить в браке. Выстраивать что-то одно. Вкладываться, пахать на эти отношения. Но ведь твоя душа этого хочет. Да, я знаю это. Но разве твое тело не слышит зов души? Мне хочется идти в новое. Я слышу зов души. Но мне хочется бежать от брачных отношений. А что тебя влечет в новом? Моя стабильность. Там, где я в своей зоне комфорта. Там, где я один решаю. Там, где никто не решает за меня и не требует ничего от меня. Я спросила, почему он вас предал. Потому что он должен уважать ваше мнение. А ему это трудно. Ты понимаешь, что она твоя пара? Что вас соединили на небесах? Ты это понимаешь? Она твоя пара? Нет. Я не могу перевести отношения в лучшее. Я не могу еще дать своей женщине гармонию, заботу, любовь, деньги. Я не могу. У меня не хватает энергии. Но если ты этого не сделаешь, ты пойми, ты не пройдешь свой урок. Я надеюсь, что я пройду урок. А как? Как? Как ты на это надеешься? Господи. Пока я не работаю над этими отношениями. Но я надеюсь, что я пройду этот урок. И все будет хорошо. Но если ты не работаешь и не вкладываешься в эти отношения, как ты пройдешь этот урок? Женщина. Которая не выиграла, которая злится. Я к ней приеду. Я выберу ее. А когда? Она ушла от тебя. Она тебя бросила. Как ты ее вернешь? Я перестану совершать ошибки. Я увижу. Я найду ответ, как вернуть ее. Я примирюсь с ней. Ты же не знаешь, ты же не хочешь работать над этим. Ты же не знаешь, как это сделать. Пока не знаю. Мне придет решение. Я пойму, как понравится ей снова. Да, я в выборе. Да, меня он пугает. Да, я не могу никак выбрать свою любимую. Но я решу этот вопрос. И та, которая разрушила нашу связь, она сама захочет. Она сама захочет быть со мной. Потому что я возьму этот урок. Сколько времени тебе надо, чтобы взять этот урок? Мне надо разрушить все мои мечты, всю мою тягу к другим. Сколько надо тебе для этого? Месяц. Я буду биться за это. Тут интересный расклад. Кстати, очень редко такое бывает, что мужчина все-таки хочет справиться с этой ситуацией. Поэтому я вам дам совет ангелов-хранителей, девочки, кто смотрит этот расклад, что вам нужно понять в этой ситуации, что вам нужно делать в этой ситуации, чтобы все для вас сложилось самым наилучшим образом. Потому что мужчина здесь уверен, что он пройдет урок, что он пройдет вот эти вот страхи в течение месяца. Две карты об этом говорят. Что это? Он, конечно, не уверен сильно, но я переспросила, он все равно показывает месяц вот этих вот метаний внутренних, он возьмет кармический урок и будет меняться, потому что он хочет вернуть любимую женщину. Что вам нужно понять в этой ситуации? будьте справедливы к себе. Стойте на том, во что вы верите. Смотрите, у вас мужчина-манипулятор, будьте аккуратнее с ним. И он именно эмоциями манипулирует. Будьте аккуратнее, смотрите, будьте справедливы к себе. Это то, что вам нужно понять в этой ситуации. Если заметите, что опять манипулируют, не соглашайтесь. Стойте за то, что вы верите. Что вам понять надо? Что в этой ситуации нужно проснуться. возможно дать этому мужчине как раз эту паузу на перерождение, на переосмысление, на трансформацию. И самой ни в коем случае не действовать в его сторону. Смотреть, как он будет действовать в вашу сторону. что нужно делать в этой ситуации по отношению к этому мужчине, который вас предал. Ангелы-хранители, дайте совет, что нужно делать, чтобы все сложилось самым наилучшим образом. заниматься работой. Еще. Если это ваш, если это ваш супруг, потому что карта супруга вышла, тут прямо может быть это ваш имена муж или стабильный человек. Что здесь, если это муж? Стараться не разрушать, дать ему шанс, но не делать ничего в эту сторону, быть справедливой. Что делать в его сторону? Вообще, короче, стабильный оставаться, смотреть за ним. Если это ваш прямо супруг, вы давно с ним в отношениях не обязательно здесь печать в паспорте, да, во-первых, заниматься собой, заниматься своим развитием, заработком денег, в его сторону никаких действий не предпринимать, смотреть за ним, что можно делать в его сомне, дать ему шанс на развитие семьи. Здесь, правда, человек может измениться. Обязательно вторая карта тоже показывает, что вам обязательно нужно работать, чтобы у вас была финансовая подушка безопасности, не полагаться на этого мужчину, он очень склонен к манипуляциям, и к таким манипуляциям. Видимо, когда он понимает, что вы как-то от него зависите, он начинает себя вести хуже, он не может пройти этот урок, понимаете, он должен чувствовать, что вы всегда можете прожить без него, чтобы бояться вас потерять. И эта же карта, вот эти две карты, эта карта говорит, что вам надо работать, и обе карты говорит, дайте шанс, если это ваш стабильный человек, и если это брачное отношение, то дайте шанс. И вообще вот эта карта говорит, сходите в церковь и помолитесь за семью, за род за ваш. Это может быть даст силы, потому что если у вас еще есть дети от этого мужчины, вы уже в одном роде находитесь. Может быть род его ему поможет пройти этот урок. Молитесь. Простите, говорят. Простите, не обижайтесь, только ни в коем случае не действуйте в его сторону. Посмотрите, поверьте в то, что здесь по-новому может начаться. Можете даже уехать на какое-то время от него не встречаться с ним, так, чтобы он почувствовал, что он вас теряет. Удивительно. Опять вам советуют работать, заняться работой, не думать об этом мужчине. пусть пусть он там сам разбирается со своим предназначением, со своим кармическим уроком. И ни в коем случае не влезать вот в его эту трансформацию. Как он только заметит, что вы опять к нему проявляетесь, да, он опять не возьмет ее. Просто нужно, понимаете, здесь созависимые отношения могут быть. Вам здесь тоже ангелы, хранители говорят, постарайтесь разрубить эти цепи, не зависеть от него, даже если он не выберет никогда этот урок. Чем сильнее вы от него зависите, вот чем сильнее думайте о нем, чем сильнее вы живете только им, тем сложнее ему взять этот урок. Он должен понять, что вы порвали эти цепи зависимости, что вы живете своей жизнью. Просто верьте в то, что он изменится, вот когда он почувствует, что вы независимы от него. и вам еще нужно найти какое-то объединение людей, которые думают, как вы духовно развиваются сперед комьюнити. Они вам помогут пройти этот сложный период, потому что здесь могут быть созависимые отношения. Как я уже сказала, мужчина, чувствуя энергетически, что вы еще как-то зависите от него, он может чисто из-за этого не брать урок. Так что вот такой совет. Давайте еще просто для вас, просто для вас, чтобы вам полегче облегчить душевное состояние, состояние предательства. Что вам здесь для себя нужно сделать? Радуйтесь жизни, работайте, радуйтесь, встречайтесь с друзьями. Опять карта работы, карта взаимодействия с другими людьми. Ездите вот чтобы только не думать, понимаете, вот об этой сложной ситуации. Прямо окунитесь в работу, окунитесь в встречи, окунитесь еще в какие-то, в какую-то, может, онлайн какая-то организация, которые помогают проходить духовно, да, вот сложные такие отношения, может, психологи, или, ну, разных, их же очень много. И обязательно с друзьями, с родственниками встречаетесь, и верьте в то, что все у вас будет хорошо, хорошее настроение, забота о себе, на себя не жалейте, и здесь у вас все будет хорошо. Вот этот человек может трансформироваться, когда увидит, что вы вся в действиях, и не думайте о нем, не живете только мыслями о нем, не живете обидами, потому что вам здесь тоже обиду показали, забудьте ее, трудно забыть, трудно простить, займите себя другими делами, другими людьми, взаимодействуйте, и это принесет вам проживание хорошее, и возможно, ну, вот опять, карта свадеб показана, карта совместного проживания, карта показывает, это вам даст в итоге стабильное отношение, только она же и говорит, со своей жизнью займитесь, своей персональной жизнью, и вот это именно даст вам стабильное отношение вот с этим человеком, то есть здесь так надо сделать, чтобы у него чувство было такое, то, что все, так и вы должны рады быть в этот момент, заняты только своими делами, вот такой расклад девочки, мальчики получился, да, если мальчики смотрели, вы знаете, да, что переворачивать просто надо, вот, ну, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, я буду рада с вами дружить, тем, кому нравятся расклады на три варианта, внизу под видео будут тайм-коды, и рядом прикрепленная ссылка на мой же канал, Таро Терапия Потоки Вселенной, там где три позиции, и там тоже есть подобный расклад, но они абсолютно о другом говорят, там немного по-другому, у меня вот такой расклад интересный впервые получился, здесь интересно, здесь человек хочет измениться, что я и сказала, крайне редко бывает, то есть, он сопротивляется, конечно, через страхи, через серьезную трансформацию проходит, но здесь большая вероятность, что он правда через вас, понимаете, пройдет, через любовь к вам, но чтобы он прошел, еще раз напоминаю, вы должны жить своей жизнью, и не быть зависимым, зависимой от него, и думать только о нем, и жить им, или через обиды свои соединяться с ним, вы должны быть счастливы в своей жизни, и тогда он легче ее пройдет, и возможно вы будете счастливы вместе, но ангелы бы вам тоже это не подсказали, да, что вот эти действия дадут вам счастье, и дать шанс, если это ваш супруг, или ваш стабильный мужчина, да, ангелы бы тоже такие, карты никогда не врут, карты Таро очень хорошо считывают энергопотоки, вот такой расклад, да, девочки, необычно, я на один расклад не делаю, непривычно немного, но скоро этот канал наполнится этими раскладами, их, конечно же, станет больше, и мне уже привычнее на один вариант будет сделать, мне так хочется еще колоду взять и начать второй вариант делать, но у меня есть другой канал, да, ладно, с вами я не прощаюсь, тут что-то я начала болтать долго, поэтому коротко как-то мне кажется один расклад начала с вами болтать, я с вами не прощаюсь, мы с вами увидимся на следующих раскладах на канале на один вариант, субтитров, субтитров, давайте субтитров, ночь, раз, в следующих раз. Давайте посмотрим.